Здрасте, вы смотрите Жизина, и мы начинаем. Посмотрим, что вы там спрашивали, и всячески поможем тебе. А мой коллега Рамин Адилович в одном из своих видео заявил, что если его ролик наберет более 100 тысяч просмотров, то он отправится во Францию за хлебом. Хочешь зрелища? Переходи по ссылке в описании и поддерживай. Первый вопрос нам прислал Максим Володиков. Он спрашивает, привет, Денис, ты был на АФП и рассказал про браслет PayPass. Расскажи, пожалуйста, функционирует ли он сейчас в России? Да, Максим, действительно, на территории фестиваля работала система бесконтактной оплаты, карта PayPass, а именно вот таким вот браслетом. Все, что нужно было, это всего лишь положить деньги на дебетовую карту, с которой этот браслет синхронизируется. После чего, если вы хотите что-то оплатить, приложить этот браслет к специальному считывателю. Сама технология разработана компанией MasterCard в 2003 году, а в массовый выпуск карты бесконтактной оплаты начали поступать в 2011. Браслет, это брелок, телефон или просто пластиковая карта, не важно, ведь за работу технологии отвечает микрочип PayPass, вшитый в каждое устройство. Наш браслет до сих пор работает, и давайте узнаем, сможем ли мы прожить день в России, оплачивая покупки только им. Ведь сейчас технологии дошли до того, что любые товары можно оплачивать вот таким простым браслетом, который можно носить всегда с собой. Давайте проверим, насколько он действенен в России. Ну, сначала, конечно же, наденем браслет. Сейчас я выкину нафиг свой кошелек, чтобы прожить один день вместе только с этим браслетом. Первым делом, чтобы мне добраться до места локации, я должен доехать на общественном транспорте, в данном случае на автобусе. А у вас нельзя браслетом PayPass оплачивать? PayPass? Нет? То есть наличие кота? Ну что ж, друзья, первый провал. Сейчас придется выйти на этой остановке, ибо кошелек-то я выкинул, а эта штука нигде не принимается, поэтому мы проехали всего одну остановку, но зато на халяву. Значит, чтобы мне добраться до нужной локации, придется вызывать такси. И, собственно, ждать такси, которое принимает вот такие браслетики. Здравствуйте, а не подскажете, у вас есть в наличии машины, в которых принимают оплату системой браслетов PayPass? Нет, я думаю, что нет. То есть точно нет? Ну да, у нас наличие на оплату. Позвонил в пять более-менее легализованных такси, и все вообще не в курсе, что это такое. Поэтому придется, скорее всего, ну что, пешком идти, больше вариантов нет. Извините, я вот хотел газетку в дорогу приобрести. Вы не принимаете вот такие браслеты оплаты PayPass? Нет? Точно нет? Я дошел почти до своего офиса. Дико хочу пить. Может, вот здесь сейчас что-то получится взять. А вы не принимаете вот такие браслеты для оплаты PayPass? Нет. Нет? И карты тоже. Ну, по моим расчетам, пятерочка. Магазин инновационный, современный. Я смогу себе хоть попить взять здесь, оплатив этим PayPass. Скажите, а у вас беспроводной карты можно оплачивать? Нет. Как вы видите, очередной магазин обманул нас, наклеив логотип PayPass сюда. Но, как мы сами с вами доказали, здесь PayPass тоже нет. А у вас можно беспроводной картой оплачивать? Да. Да? У нас просто прикладывают по карточкам обычные. Ну, это тоже самое вроде. Ну, давайте попробуем. Да, давайте. Два гамбургера и две маленькие колы. Друзья, это успех. Ну что ж, друзья, как вы видите, хоть в чем-то нам пригодился этот браслет. И действительно, он работает только вот в случае Макдональдса. И это хорошо. Нам придется это съесть теперь. В общем, резюмирую. Потратите много времени, не сможете никуда уехать, не пользоваться ни общественным транспортом, ни такси, но зато в Макдаке пожрете. Короче говоря, мой итог. Эта штука для российских реалиях... ...безразлично. Продолжаем выпуск. Пока. Второй вопрос задает Стеса Пан. Надеюсь, я правильно прочитал твое имя, она очень экзотическая. Он спрашивает. Ты говорил в одном из видео, что, например, кулинария на YouTube относительно свободная ниша. Какие еще свободные места для проявления творчества можешь назвать? И да, я решил объединить этот вопрос вот с этим. Они очень похожи и их смысл практически идентичен. Относительно быстрого развития на YouTube, если вы умеете связывать слова между собой, апеллируете интересными понятиями и умеете красиво говорить, то снимайте популярную и нашумевшую на сегодняшний день критику на различных топовых блогеров. И обещаю вам, если делаете все креативно, качественно и со своей изюминкой, то быстрый прирост подписчиков вам гарантирован. Но вы должны четко понимать, что подписываться в таком случае на вас будут лишь из-за самой критики. И иной контент таким зрителям подать будет практически невозможно. И решите сами для себя, хотите ли вы продвигаться за счет чужого имени. Да и вообще в последнее время складывается ощущение, что через годик-другой на YouTube останутся только критики. И им ничего не придется делать, кроме того, как снимать критику на других критиков. Бесконечный круг критиков. Более-менее свободной нишей могу назвать ролики-обучалки. Это и самодельные типы, как сделать телефонные зажигалки, и программные, например, как переустановить Windows. Видео подобного типа актуальны всегда. А это значит, что если их правильно снять и грамотно протегировать, просмотры вам гарантированы всегда. А если вы выкладываете такие полезности на своем канале в регулярном порядке, то случайный зритель обязательно подпишется на вас. А сейчас переходим в нашу традиционную и вашу любимую рубрику кретинизм. И сегодня у нас на критике ролик, который наглядно должен показать то, какие видео на YouTube снимать. Ни в коем случае не надо. Вы в предвкушении? Я тоже. Смотрим! А на рубрику кретинизм сегодня ролик мне прислал Лешка Аксенов. Вот, честно говоря, Лешка, при всем уважении к тебе, который у меня есть, который я формирую на данном этапе, я тебе советую либо что-то кардинально менять заранее, либо вообще не заниматься поприщем YouTube. Ну, серьезно, чувак. Давай посмотрим. Всем привет, с вами Лешка Аксенов, и сегодня я снимаю тег «Знакомство». Смотри, я как новый зритель посмотрел всего лишь 4 секунды твоего ролика. У меня уже сформировалось впечатление того, что ты безэмоционально себя ведешь на камеру. Итак, первый вопрос. Твое имя? Мое имя Алексей? Твоя фамилия? Твой паспорт? Твой возраст? Твой адрес? Вот ты отвечаешь на вопросы и сдаешь их сам себе в таком формате, словно ведется какой-то допрос. Второй вопрос. На какую тему ты будешь снимать видео? Я буду снимать видео на тему челленджей, теги, вызов принят и многое другое. Если ты планируешь это снимать, так снимай, не нужно снимать, записывать отдельный ролик с ответами на какие-то вопросы, которые, скорее всего, ты сам себе написал, и говорить о том, что ты будешь снимать. Снимай, начинай с этого, выпускай контент, и тогда, возможно, тебя смотреть будет. Этот ролик ни о чем. Пятый вопрос. Есть ли у тебя ник, есть ли твое, ну, мое значение. Ника у меня нет, и моего значения тоже. Скажи честно, тебя заставили заснять этот ролик? Ну, у меня просто других вариантов нет того, что происходит сейчас на экране, потому что ты говоришь очень безэмоционально. Я решил снимать видео из-за того, что я получаю от этого кайф. Так. Он получает от этого и кайф. Какой? Кого ты смотришь на ютубе? Я узнал о ютубе, как, ну, лазил по интернету и наткнулся. Смотрю я на ютубе НД Мора, Пашку Ширяева. Вот она, аудитория Пашки Ширяева. Давай, и на этом все. Давайте наберем много лайков на это видео. Подписывайтесь на мой канал, мой паблик, ссылки будут в описании. Второе видео, блядь, это просто хуже. Все, закончился твой зритель на моменте уже окончания ролика. Дружище, это, пожалуй, ну, серьезно. Хуже я видел, конечно, ролики, но это ужас. Даже, ну, на критинизм такое стоит нам прислать. Я почему выпустил сюда в эфир, хотя более достойные работы, которые можно было нормально с разных точек зрения обсудить, чтобы люди, ну, не скидывали такие работы, потому что вот это, ну, ни о чем, дружище. Хоть ты можешь на меня обижаться, можешь дизлайкать этот ролик, но я говорю тебе искреннюю правду. Ни о чем. Вот даже хотелось бы поставить дизлайк, но я этого не делаю. Короче говоря, моя и наша оценка 0 баллов из 10. Очень много работы. Удачи! Ну, на этом все, дорогие мои друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх. Ваша поддержка нужна обязательно для развития. Думаю, вам рубрики наши были полезны. Сдавайте свои вопросы в теме жизни в моем паблике ВКонтакте. На паблик тоже подписывайтесь. И хочу вам сказать такую новость, что не знаю, что там будет у нас в августе, в конце августа, потому что я вот буквально через несколько дней улетаю, и меня не будет месяц, и интернет у меня будет в не очень хороших условиях, и снимать я, скорее всего, выпуски не смогу. Поэтому устраиваю вам и себе небольшой месячный отпуск. Ну, а в сентябре мы с вами будем дальше творить так же мощно, продолжать. В общем, я вас люблю. Подписывайтесь, ставьте лайки. И, возможно, ролики все-таки будут. Я не знаю, ничего не знаю. Все, пока! Субтитры сделал DimaTorzok